Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, Галина. У нас сегодня рифма поднялась. Да. Галина, спасибо большое, что присоединились. И я, пожалуй, вообще сразу в лёд задам вам вопрос. С удовольствием. Как она с третьей книгой уже на руках? Какие ощущения? Вы знаете, с третьей книгой получилось как-то странно, потому что вообще эта книга рождалась в ужасных муках. Правда, муки были в основном не мои, а моего прекрасного редактора Лёши Портнок, который буквально жизнь свою молодую не щадил, чтобы книга вышла к середине апреля, чтобы мы с ней попали на фестиваль «Красная площадь» в Ростове-на-Дону. И, соответственно, я и Лёша, и вся редакция Елены Шубиной, мы ужасно над этим бились-колотились и, конечно же, успели аккурат к карантину. И поэтому книга сначала появилась в электронном виде и начала жить какую-то свою отдельную электронную жизнь. И я, признаться, понятно, что всё-таки, несмотря на то, что я, например, читатель в основном электронный, как-то отсутствие бумажной книги, оно меня не то чтобы деморализовало, но оно немножко снизило градус переживания. И когда она, наконец, появилась в бумаге, у меня было такое ощущение, что, ну, как-то это уже так давно, она же уже вышла 100-500 лет назад, а вот почему нужно... То есть нужно ли радоваться ещё раз, или уже нужно как-то по этому поводу, наоборот, огорчаться и переживать. Ну, в общем, короче, какие-то немного смазанные эмоции из-за того, что книга сначала вышла в электронном виде, только потом в бумаге. Ну, в бумаге она уже есть, и она прекрасно выглядит, я должна сказать. Мне очень нравится, так добавлю своего мнения, что все ваши три работы, они в едином стиле выполнены, прям это очень... С таким замахом на серию. Ну, давайте расскажем нашим зрителям, чем таинственная карта отличается от удивительных приключений рыбы Лотман и от работы, о чём говорят бесцельно. Рыба Лотман, Полина, это гениальная договорка, её в долг, в виду. Да, так что я буквально... Здравствуйте, я аж новый Лотман. Ну, приятно. Простите, да, рыба Лотман. Нет, что-то не было, и действительно же это во всём виноват. Мой коллега, кстати, отличин, который в своё время ввёл это в качестве шутки, оно как-то пошло в народное дело. И она, на самом деле, отличается временем появления. То есть она выстроена примерно так же. Там даже многие названия частей сохранены. Но если удивительные приключения рыбы Лотмана вышли, если не ошибаюсь, в 2017, по-моему, году, или в 2016 даже, и, соответственно, они обобщали мой читательский опыт предыдущего времени, то в «Таинственную карту» вошли тексты, написанные за последние три-три с половиной года. Вообще название «Таинственная карта» как будто бы намекает, что там не только можно искать сокровища, но и должно быть что-то очень географичное. Возможно, даже как такой литературный путевозитель. Есть ли там что-нибудь от географии? Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что название взялось из одного из моих самых любимых стихотворений Осипа Мандельштама, которое называется «Европа», и оно было написано в 1918 году, как раз когда происходил передел внутри европейских границ после окончания Первой мировой войны. Собственно, полностью цитата звучит так, я позволю себе процитировать, четверостишье. «Европа Цезарей. С тех пор, как в Бонапарта гусиное перо направил метр них, впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта». То есть Мандельштам говорил о карте Европы, которая менялась впервые на его памяти, а я говорю о карте чтения, о карте литературы, которая на самом деле сегодня тоже очень быстро меняется. Так что строгой географии там, конечно, нет. Там есть скорее попытка каким-то образом осмыслить и описать, грубо говоря, картографировать, картировать какие-то новые объекты, появляющиеся в мире литературы, в пространстве чтений. Вот в этом смысле, собственно, само понятие карта было много. Раз вы отметили уже, что литературный мир у нас так меняется и составить тотальную полноценную карту невозможно, давайте расскажем, как по-вашему вообще пандемия сильно ли изменит эту литературную карту и, возможно, она меняет её уже прямо сейчас? Ну, самая простая вещь, которая связана с пандемией, которая касается литературы и чтения, состоит в том, что у людей становится мало денег. Мало денег – это всегда сокращение расходов, без которых худо-бедно можно обойтись. Сейчас книгоиздатели, книготорговцы говорили о том, что во время карантина у них доходы упали примерно от 70 до 80%. Понятно, что сейчас с открытием книжных магазинов всё это немножко восстановится, но очевидно, что возврат к докризисному уровню, вот к докарантинному уровню может занять годы. Вот точно так же, как, скажем, в кризис 2008 года продажи книг обвалились на 30%. И вот просто это падение отыгрывалось книжным рынком на протяжении следующих шести лет. Худо-бедно мы вышли, но на уровень 2008 года, к 2014-2015 год. Вот, я думаю, что сейчас будет какая-то такая же история. То есть люди не то, чтобы станут меньше читать, я бы сказала, что люди станут меньше покупать, меньше читать нового, больше перечитывать того, что у них уже есть дома. У всех же дома стоит, не знаю, полное собрание сочинений Чехова, чтобы не сказать Юлиана Семёнова, нечитанное или читанное частично. То есть я бы сказала, что сейчас будет очевидно меньше внимания новинкам просто по техническим причинам, потому что люди не смогут себе их позволить. Точно так же я думаю, что немного изменится соотношение электронного чтения и бумажного. Потому что вот сейчас, на фоне карантина, очень многие издатели немного поменяли свою практику и стали выпускать электронные книжки вперёд бумажно. То, чего раньше никто никогда не делал. Вот. Сейчас, соответственно, это происходит, и люди понемногу привыкают. То есть раньше, если ты, например, хочешь быстро прочитать новый роман писателя Икс, то ты должен либо купить его в бумаге, либо ждать три месяца, покуда он выйдет в электронке легально. Ну, либо искать там пиратскую версию, что, слава богу, у нас постепенно становится менее популярным. Вот. А сейчас я думаю, что люди потихонечку будут привыкать к тому, что электронное чтение, оно и более доступно по деньгам. Всё-таки у нас электронка пока стоит дешевле. Не в три раза, но существенно дешевле. А кроме того, это просто, ну, многие люди для себя открыли этот способ чтения. То есть это, конечно, не касается каких-то сущностных вещей. То есть это не про то, что там, не знаю, все вдруг перестанут читать одно и перестанут читать детективы, и начнут читать любовные романы. Нет. Это именно про изменение каких-то читательских практик, изменение читательских привычек. А вам не показалось, что, наоборот, во время этого карантина люди стали больше читать? Особенно вот в первые недели, когда всех отправили на эти выходные, люди действительно стали читать больше. И вне зависимости, бумажные книги, электронные, как-то обратили внимание, что, ого, помимо сериалов-то можно еще и книги читать. Вы знаете, мне кажется, что это был скорее такой медийный посыл, когда вдруг всем показалось, что сейчас все должны срочно начать читать. Вот, например, я хорошо понимаю, что теперь меня позвали в качестве постоянной рубрики в программу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Понятно, что, если бы не карантин, то про меня с моими книжечками вряд ли бы кто-то вспомнил, честно говоря. То есть у них бы как был сплошной Михаил Галустян, так и был бы Михаил Галустян. А тут внезапно людям показалось, что чтение сейчас станет важнее. Насколько это реально соответствует действительности, я не знаю. И честно сказать, я бы позволила себе усомниться в том, что люди станут больше читать. Потому что, ну, для чтения нужно, например, скорее больше персонального пространства. То есть чтение – это такое занятие, которое вряд ли ты захочешь им заниматься, не знаю, 10 минут, когда по тебе прыгают дети, когда муж в соседнем углу проводит видеоконференцию, когда ещё какая-то происходит такого же рода жизнь. Вот нам читатель говорит, что кушать все больше стали. Это да. Вот, да, кушать бесспорно. У меня вся френдента бесконечно печёт хлеб и, не знаю, маринут каких-то бекасов в собственном совпаде. А про чтение, мне кажется, что для того, чтобы я бы сказала вот, чтобы более точно, как мне кажется, ответить на ваш, Полин, вопрос, я бы сказала, что те, кто уже много читал, возможно, стали читать больше или как минимум не стали читать меньше. Но я не верю, что на карантине читательская аудитория расширилась, потому что я бы сказала, что люди, которые не читали, на карантине у них не стало больше на это времени возможности сил, желания, потому что у них убавилось персонального пространства. У нас у всех его смешным образом убавилось. У них вряд ли прибавилось времени, потому что это всё легенды о том, что если работаешь из дома, то у тебя прям вагон времени. Буквально бери у Лисы и почему до сих пор не прочитал. Вот нам пишет наша зрительница, что она стала больше читать. Это ужасно здорово, но я бы не сказала, что это какая-то общая практика. То есть я думаю, что вряд ли читательская аудитория существенно увеличилась за время карантина. А вот по поводу рубрики в программе «Вечерний Ургант» я хотела с вами поговорить отдельно, но раз она у нас уже появилась в пространстве разговора. Вообще, как произошло это приглашение? То есть первая реакция ваша, какой она была? Что надо же на «Вечернем Урганте» заинтересовались книгами, что происходит или как? Мне написала просто их редактор по гостям, чудесная Мила, которая была на меня давно подписана в Фейсбуке. Я видела какие-то лайки, комментарии. То есть для меня это не было совсем уж новое имя. Она мне написала просто в личку в Фейсбуке. И первая моя реакция, поскольку я не смотрю телевизор и программу «Вечерний Ургант» тоже не смотрю, первая моя реакция была написать моему другу, коллеге Антону Долину, спросить, что, как вообще туда можно ходить, люди-то нормальные. Антон дал им самые лестные рекомендации, после чего я подумала, что да, конечно, мы понесем наше небогатое книжное знамя на первый канал. Но мне кажется, наоборот, очень позитивно сказалось появление этой рубрики, по крайней мере, даже в комментариях на YouTube, когда отдельно выкладывают эти кусочки вашей рубрики, люди наоборот пишут, что наконец-то, наконец-то на центральном телевидении говорят о книгах, говорят хорошо и как-то продвигают в массы чтение. Вот по этому поводу ещё один вопрос. Как вообще, по-вашему, все вот эти вот нюансы продвижения чтения в массы? У нас сегодня поэтический очень обзор получается, как с самого начала пошло. Это как-то хоть как-нибудь влияет вообще? Или всё-таки те люди, как вы уже сказали, которые не читали раньше, им вот как-то не вдалбливая в голову по пользу чтения, на них это так и не сработает. И неважно, кто об этом говорит, Миша Голустян или Галина Юзифовича. Знаете, я верю. Я, во-первых, верю в лучшее. То есть, если бы я не верила в то, что от этого может быть какая-то польза, ну, то есть, я, конечно, приятно немножко позвездить и здесь, и там, но, честно, вряд ли бы я стала этим заниматься всерьёз, потому что, ну, как-то жизнь короткая, глупо тратить её на вещи, которые не работают. Мне кажется, что очень важно создавать какое-то вообще общее впечатление о чтении. У меня нет идеи, что все люди, которые посмотрели «Вечернего органта», они немедленно бросятся галопом и сразу начнут покупать книжки мешками, читать их и как-то обращаться в нашу книжную веку. Но мне приятно думать, что они немного пересмотрят своё отношение к книгам. То есть, если о книгах говорят в шоу, которые они смотрят, то, возможно, это какое-то не такое глупое, пыльное занятие, каким оно могло бы им показаться. То есть, может быть, это, что называется, немножко сработает на имидж чтения. Не даст вот такого прямого выхлопа, а создаст общее впечатление, что читать это, ну, извините за это ужасное слово, что это модно, что это не стыдно, что вот сидит такой весь из себя крутой, интересный, популярный, успешный Ваня Органт и говорит о чтении. Наверное, в этом что-то есть. Понимаете, вот как-то я помню, я лет 10 назад была в Англии какой-то из первых разов. И помню, что в тот момент английское государство тоже озаботилось вопросами популяризации чтений. И у них весь город был обклеен изображениями Дэвида Бэкхэма, читающего книжку. И это, говорят, что это работает. То есть, если Дэвид Бэкхэм читает книжку, а я хочу быть похожим на Дэвида Бэкхэма, то что бы мне не... Может быть, мне тоже надо начать с того, чтобы почитать книжку. То есть, грубо говоря, если я хочу когда-нибудь сидеть и разговаривать с Ваней Органтом на равных, то, может, мне стоит как-то посмотреть и на эту область пространства тоже. То есть, я не верю, что прям все пошли и срочно начали читать. Но, возможно, вот такими маленькими шажками удастся как-то вернуть престиж этому занятию. Потому что у нас же тяжелая травма в 90-е годы, что же ты такой бедный, если ты такой умный. И вот это позволит немножко откатить ситуацию назад, вернуть понимание того, что читать – это вполне достойное, полезное, увлекательное занятие, которое потенциально может тебя превратить буквально в Ивану Путин. Или в Дэвида Бэкхэма. Ну, или кто-то, кому как повезет. Притом, мне кажется, у Дэвида Бэкхэма это даже не образ. Сейчас на сайте Роулинг запущена же вот эта вот программа, где все читают философский камень. И, глядя на Дэвида Бэкхэма, кажется, что он самый большой фанат, конечно, потому что он максимально в образе. Ну, и вообще, и он, и его жена Виктория Бэкхэма, когда у них родилась такая девочка, если помните эту историю, они же назвали Гарри. Просили, почему Гарри, но и сказали, что потому что это наша любимая писательница, Гарри Петчерсту. То есть, нет, сори, они назвали ее Гарри в честь, наоборот, в честь убить пересмешника. И не Гарри, Гарри, но это, соответственно, свидетельствует о том, что они что-то читают, вполне образованные культурные люди. Я была абсолютно потрясена тем, как много, например, читает тот же самый Иван Урбович. То есть, это совершенно такой, я бы сказала, профессиональный, читательский уровень. Так что, да, конечно. А с какого момента читатель обычный становится профессиональным читателем? Когда достигается эта планка? И если вообще есть, конечно, какие-то критерии, как по вашему? Ну, я не думаю, что есть какая-то четкая граница, конечно, но у меня есть некоторая гипотеза о том, чем читатель, скажем так, квалифицированный, профессиональный плохое слово. Профессиональный это тот, кому, грубо, платят за то, что он читает. Или кто каким-то образом выстраивает свою жизнь, свою биографию, свою публичную идентичность на основе чтения. То есть, мы с вами профессиональные читатели, но для того, чтобы стать... Но далеко не все компетентные, квалифицированные читатели являются профессиональными читателями. И, увы, обратное тоже верно. Так вот, мне кажется, что компетентный, квалифицированный читатель это тот читатель, который, во-первых, читает много и разного. То есть, я совершенно не хочу обесценить вкусы, не знаю, людей, которые читают только детективы. Но мне кажется, что если ты всегда читаешь только детективы, то, очевидно, ты не являешься, ну, таким широко начитанным, разнообразным читателем. То есть, компетентный читатель читает много и разного. А еще компетентный читатель, как мне кажется, умеет немножко отстраняться от прочитанного. Понимаете, вот сейчас есть некоторое представление о том, что самое главное это понять, книга хорошая или фигня. Мне нравится или мне не нравится. Вот для компетентного, опытного читателя, мне кажется, важно понять не только нравится мне эта книга или не нравится. Это всегда важно, это лежит в основе любого суждения. Но мне кажется, еще очень важно понять, она мне почему нравится, она как устроена, чтобы мне понравиться, а на что она похожа. Может быть, она мне нравится, потому что, не знаю, она похожа на сказку «Дикие лебеди», которая была главной сказкой моего детства. То есть, вот эта способность небольшого зазора между персональным мгновенным впечатлением и какой-то рефлексией, анализом, это, мне кажется, очень важное свойство компетентного читателя. Вот. И на самом деле это вполне, то есть, тут нет никакой магии. Это нарабатываемый навык, просто для него надо, ну да, довольно много читать. Но получается же так, что нравится, не нравится, это такая категория очень субъективная, потому что мне, например, может нравиться Толстой, кому-то не нравится, и наоборот. А понять почему, это уже объективный нюанс. Как бы попробовать вычленить из книги действительно там хороший язык или плохой, интересный сюжет или нет. И вот в этом плане я когда смотрела уже сегодня первые рецензии на таинственную карту именно в бумажном виде, очень часто проскакивает слово, что вы объективный критик, что действительно объективно оцениваете литературу. И вот у меня такой вопрос назрел, а вообще литература может быть объективной, как раздел искусства, быть может, потому что искусство, ну это очень субъективно. Честно вам скажу, любая критика, она субъективна. И когда мы говорим об объективном суждении, это означает ровно то, что критик, во-первых, хорошо умеет создавать иллюзию объективности, это всегда немножко колдовство, чародейство и обман доверчивого читателя. А во-вторых, что на самом деле важнее, это значит, что критик умеет хорошо аргументировать свое нравится или не нравится, умеет немножко показать этот зазор между собственным эмоциональным восприятием и какими-то свойствами книги. То есть я, например, могу сказать, что я, например, мне не очень нравится книга Гузель Яхина из «Улика открывает глаза». Ну вот не для меня написано, я не целевая аудитория, но я способна сделать шаг назад и подумать, как и почему эта книга может нравиться, какие в ней есть сильные стороны, в чём я вижу её недостатки, которые мешают полюбить эту книгу лично мне, какой читатель с каким читательским опытом скорее всего эту книгу полюбит. То есть я умею немножко сойти со своей позиции и попытаться встать на позицию сферического воображаемого читателя вакуума. То есть, конечно, всё равно это до некоторой степени люди, но это важные и полезные люди. Мне кажется, что как раз-таки одна из обязанностей критика состоит в том, чтобы уметь смотреть на книгу не только своими глазами, но ещё и глазами как-то другого читателя, умение создавать внутри себя вот этого другого читателя или нескольких других читателей, это вовсе не шизофрения, а в случае профессиональной деятельности мне кажется полезная и такая в общем обязательная практика. А каковы ещё остальные обязанности литературного критика? Понятное дело, что отстраниться, посмотреть, порекомендовать, вычленить из кучи просто десятков новинок ту литературу, на которую действительно стоит обратить внимание. А ещё? Ну, мне кажется, что тут очень важна такая широкая, широкий книжный кругозор. То есть я, у меня всегда вызывают вопросы, почему у меня, например, есть много вопросов к книжным блогерам. Ну, не ко всем, но есть такой тип книжного блогера, который внезапно выпрыгивает с какой-то книгой и говорит, о, это шедевр, или наоборот, ты меня полная прочитал, зря время потратил. А у меня нет претензии к эмоциональности оценки. Это как раз нормально. Но мне кажется, очень важна вот эта, знаете, некоторая консистентность, прости господи. То есть если блогер говорит, это фигня, то мне очень важно понимать, а что он вообще читал, что он любит, где у него, что он находит не фигнёй. Потому что вот это вот отдельное суждение, прочитал я роман Х, и он мне не понравился, его оценочная ценность, она, извините за эту стологию, она стремится к нулю. Потому что ну чё, а может ты до этого читал исключительно Курочку Рябла, тут тебе сразу фига, предложили почитать, не знаю, Воскресенье или Ваталстопа. Конечно, трудновато, не понравилось. То есть вот важно, чтобы критик или блогер, не важно, любой человек, говорящий о книге, чтобы он был в курсе контекста, чтобы он понимал, что и почему он из этого контекста выбирает. то есть меня, например, очень часто спрашивают, сколько вы книг читаете в неделю. Я говорю, называю какую-то неастрономическую цифру, от одной до трёх. Но в этот список, до четырёх, если прям ярмар нон-фикшн, и все выпустили свои новинки. Это не ужасный объём. Ну, то есть я не могу сказать, что это прям какие-то погонные метры. Но ведь для того, чтобы прочитать эту одну или три книги, я просматриваю, пролистываю, читаю критику ещё на 10, 15, 20 книг. То есть я хорошо понимаю, почему я выбираю эту книгу, из чего я её выбираю. То есть это всегда в этом есть элемент и как бы новиночности. Что новенькое вышло. Вот я примерно представляю себе, какие вообще вышли новинки. И выбирая, что я буду читать, о чём я буду писать, я понимаю, что я выбираю это, а вот это я взять не смогу, потому что время не бесконечное, силы не бесконечны, нельзя прочесть всё. То есть критик – это тот, кто широко смотрит на предмет. То есть тот, кто отвечает за свой выбор, тот, кто не хватает, просто вот первое, что ближе лежало. У меня вот очень часто бывает вопрос, когда я читаю какие-то блогерские рецензии, такое впечатление, что человек просто взял книгу, которая, не знаю, для него сама с полки упала. и буквально ничто не объясняет. То есть мне кажется, что вот критик – это выбор, причём это выбор, который является рефлексивным, осознанным и часто как бы проговорённым наружу ртом. Ну, мне кажется, зачастую так бывает, что на некоторых книжных блогеров книги буквально, как вы сказали, падают, потому что есть массовые рассылки, что, ну, невозможно не заметить, если ты подписан как минимум там на 6-7 человек в том же Инстаграме, и прям видно эти именно конкретные рассылки под пиар того или иного издания. Вот спрашивают нас в комментариях, каких современных литературных критиков вы бы посоветовали почитать? Кроме себя, естественно. Да, звучит немножко странно. Ну, смотрите, мне всегда очень интересно, как работает Наташа. У нас с ней не очень близкие вкусы, но вот это как раз, мне кажется, она чудесно дополняет. Вот мы с ней вместе как-то закрываем большое пространство. То есть она любит не совсем то, что я, в чём-то мы с ней пересекаемся, где-то не пересекаемся. И вот мне кажется, что она ужасно интересно работает, и более того, она вот в последнее особенно время стала просто какой-то выдающийся мастер-интервью. Она делает потрясающее интервью, с писателем. Я всегда ленюсь, я люблю книги о людей не очень, а Наташа, она в этом смысле огромный молодец, и она не ленится общаться с создателями этих самых книг. То есть вот я очень рекомендую, если вы не подписаны на неё везде, то подпишитесь на неё скорее везде. Если говорить о такой более увесистой, серьёзной критике, то мне всегда очень интересно, как думает о книгах Ольга Павла. И она пишет, как мне кажется, очень, ну то есть это прям сложные тексты, она сложно пишет, но она пишет сложно не потому, что она не может просто высказаться, а потому что она сложно думает. То есть вот если хочется как-то взять ноты двумя-тремя выше, то я с большим интересом всегда читаю то, что пишет Ольга. Ну, кто у нас ещё есть из таких прям заметных и интересных? Я бы хотела обратить внимание на такой коллективный блог, журнал Bookmade, Bookmade Magazine. У них есть свой фактический блог, в котором сейчас происходит очень, мне кажется, такая интересная осмысленная жизнь. У них появляется прям много ярких публикаций, которые я не могу сказать, что там есть прям какие-то уже готовые звёзды, но это как вот если рассматривать весь проект как такого коллективного критика, то там прям много важного, заметного, интересного. Я по-прежнему читаю сайт Горький, не могу сказать, что там есть какие-то мои прям большие кумиры и фавориты, но там бывают очень интересные отдельные публикации. В последнее время несколько очень интересных текстов о книгах написала писательница Евгения Некрасова. Не знаю, конечно, нельзя говорить о ней как о критике, но, что называется, я прочла с большим интересом, и я была бы рада, если бы Евгения писала не только про Зуму и немножко про книги тоже. Ну, вот, наверное, если говорить о моих коллегах в России, ну, Пусть Умельчина я, конечно, тоже читаю, он пишет, на мой взгляд, разочаровывающе мало в последнее время, но его мнение мне всегда интересно. Я, конечно, всегда читаю то, что пишет Настя Завазова, не уверена, что она прям критик-критик, она сама всегда считает, что она переводчик и главный редактор, но когда она надевает на себя критическую шапочку, то мне всегда ужасно интересно ее мнение. На нее, что называется, очень хорошо, уверенно опираюсь. Если говорить о поэзии, то для меня, конечно, большой важный ориентир это Лев Аборин, его обзоры на Горьком и давно их, кстати, не было. Я мало читаю современной поэзии, но когда читаю, то вот тут для меня Лева важный авторитет и такой прям мой проводник, навигатор, помогатель осмыслить и так далее. Ну, вот как-то примерно так. Ага, ну, спасибо большое, имен действительно очень много, но есть один подводный камень. Все равно получается так, что один из самых медийных литературных критиков у нас в стране это вы. В конце концов, именно вас позвали на Урганта. И вот я хотела поинтересоваться, как по-вашему, насколько влияет на потенциального читателя той книги, которую вы рекомендуете, ваша персона, или вот, ну, вспоминая там тех же книжных блогеров, или там персона книжного блогера, которого слушает потенциальный читатель? Конечно, влияет, очень сильно влияет. Мы же сейчас все живем в эру, прости господи, селебрити, когда Ким Кардашьян надевает на себя утягивающее белье, после чего все миллионы женщин по всему миру бегут покупать это утягивающее белье, совершенно, например, не озаботившись тем, что его практически невозможно надеть, как раз сняти. Да, ну, то есть, это прям такой пыточный инструмент, но, то есть, на самом деле, когда все эти женщины бегут покупать утягивающее белье от Ким Кардашьян, они бегут покупать не утягивающее белье, они бегут покупать кусочек Ким Кардашьян, они хотят надеть на себя что-то и приблизиться к человеку, который им очень нравится, на которого они хотят быть. Конечно же, так работает все и везде. Мы можем говорить, что-то там хорошо или плохо, но это так работает. И практически невозможно от этого убежать. Конечно, есть люди, которые ориентируются на меня или на Наташу Ломакину или еще на кого-нибудь в нашем медийном пространстве, потому что им нравлюсь я, нравлюсь вот немножко в режиме Ким Кардашьян. То есть, понятно, что пропорционально труба пониже, дым пожиже, но тем не менее. То есть, это желание быть похожим на медийного персонажа. И это не очень хорошее. Конечно, мне было бы приятно, чтобы люди любили меня не за то, что я миленькая, а за то, что у меня такой великолепный вкус и чеканный слог. Но это, конечно, играет свою роль. А у блогеров это еще важнее, потому что блогер – это всегда в первую очередь личность, а во вторую очередь то, что эта личность говорит наружу. И для блогера это прям вообще важнейший элемент, его личностные характеристики. Для критика чуть в меньшей степени, по крайней мере, мне приятно так думать, но на самом деле, конечно, тоже важно. То есть, я хорошо понимаю, что, грубо говоря, как я одета, когда я прихожу на первый канал, это ничуть не менее важно, чем то, что я говорю, когда я прихожу на первый канал. И более того, это вещи, которые идут в паре. Если я хорошо одета, люди будут лучше слушать то, что я говорю, чем если я буду одета, не знаю, в лечитую юбку, в школьный учитель. Ну, да, это было бы как минимум просто странно, и да, вряд ли бы кто-то слушал. Я вернусь немножко на несколько вопросов назад к своему вопросу о том, как пандемия изменит литературный мир. Понятное дело, что вся эта ситуация экономическая изменит непосредственно индустрию. А насколько по-вашему пандемия может изменить именно наполняемость, наполненность литературы? Потому что, кажется, я брала интервью у Ника Перумова, и он вот говорил, что вероятнее всего целая куча появится книг о пандемии, все кинутся в эти антиутопии, в вирусы, в заражения и тому подобное. Вот прям возможно ожидается какой-то шквал подобной литературы, или все-таки обойдемся без этого, как по-вашему? Ну, вот вы знаете, я сначала тоже предположила, что сейчас у нас жанр антиутопии, жанр постапокалипсиса, страшно расцветет. А потом, когда начали уже поневну появляться эти тексты, и они появляются так с таким чпоком и забыли. мне кажется, что это немножко не так устроено. Вот Евгений Водолазкин, мой любимый Евгений Водолазкин, наплясал, наплясал, в общем, наплясал пьесу. Ну, вот, вы знаете, она даже не так, она остроумная, она хорошо написана, но и так невыносимо скучно читать, честно. Потому что мы про все вот это мы уже миллион раз подумали все вместе и по отдельности тоже подумали. И мне кажется, что сейчас я бы надеялась на то, что появится не такое, как Перумов говорит, буквальное осмысление вот этой постапокалиптической ситуации, в которую мы все немножко попали, а скорее наоборот появятся какие-то тексты, которые будут говорить о, не знаю, беззащитности человека перед роком, об утрате, о потере, о том, как это вообще происходит. Ну, то есть я не думаю, что прямо все сейчас начнут писать про коронавирус, потому что он нам успел надоесть, прежде чем кончился. Скорее я бы ожидала вот немножко такого разворота литературы к вещам, касающимся таких каких-то глубинных вещей человеческой природы, которые обнажились и обострились на фоне коронавируса. То есть мне приятно так думать. Потому что на самом деле, ну, понятно, что там, не знаю, противостояние Стивена Кинга это великий роман. И, конечно, он очень вырос в продажах. Но дело в том, что он все-таки был написан сколько, 40 лет назад. и он читается как пророчество. И именно в этом качестве цель. А все, что можно написать по мотивам текущих событий, ну, я не могу себе представить, что вот я прям пойду, руками возьму, глазами буду читать книгу про какую-то очередную пандемию. Спасибо, мне этого в жизни хватает. А вы не пробовали познакомиться с теми книгами про коронавирус, которые уже вышли? Я сейчас не про Водолазкина и его пьесу, а про, например, Прокопенко написал уже про коронавирус, и она вышла, по-моему, месяц назад. То есть все такие нон-фикшн книжки про коронавирус. Не пробовали? Вот конкретно про Копенко я успела прочитать две страницы. Я даже не могу сказать, что это плохо. Точнее, просто я недостаточно квалифицирована, чтобы это обсуждать. Но это книга, которая была написана за две дети. Со всеми достоинствами и недостатками этого типа книга. То есть на этом месте мог бы быть ваш редактор, ваш корректор, ваш автор, который перечитал два раза, может, потом даже и три. То есть, короче, это прям очень сырая вещь. Настолько сырая, что мне, как читателю, ее прям больно читать. Может быть, автор к ней потом вернется и перепишет ее, выйди и зайди по-человечески. Может быть, кто-то это совершит. И тогда про это можно будет почитать. Я прочитала эссе Паула Джордана, которое выходило про коронавирус. Оно устарело даже, я думаю, в тот момент, когда Джордана дописывал последние абзацы этого эссе, но первые абзацы уже ужасно устарели. То есть, оно выглядит как-то очень наивно, буквально, как, я не знаю, как публикации медузы образца конца марта 2020 года. То есть, прям, очень-очень-очень пыльно. С тех пор изменилось примерно все. Ну, вот удивительно получается, что очень актуальна как раз оказалась такая древняя, можно сказать, классика, ну, например, чума, да, Камю, она же тоже очень взлетела в продажах, и несмотря на то, что чума как метафора, скорее всего, этого фашизма, с учетом вообще исторического контекста, когда она была написана, вот как по-вашему вообще популярность антиутопий в сегодняшнем антураже, да, происходящего, она тоже должна сойти на нет, или все-таки наоборот взлетит эта популярность? Вы знаете, я думаю, что мы сейчас с вами занимаемся гаданием на кофейной гуще, потому что ответы на все эти вопросы мы с вами узнаем через полгода, а скорее всего и тогда не узнаем. Но я бы предположила, что какие-то важные книги, которые затрагивают что-то в читательской душе, связанное с нашим сегодняшним актуальным опытом, они, да, могут немножко всплыть на поверхность. Но я не верю, что это будет касаться прямо вот жанра жанра, то есть не то, чтобы все захотят почитать, а еще одну книгу про то, как все жили, когда весь мир вымер от гривен. Вот почему «Чума» она так связонировала? Потому что на самом деле это же не роман про «Чуму». Там же нету каких-то вот этих ужасных описаний бубонов и трупов, гниющих на улице. Это скорее описание социума, переживающего нечто вот настолько для этого социума противоестественное. То есть это описание города, попавшего в противоестественную для него ситуацию. Как, кто с этим справляется? И вот это важно. А уж чума там у них, марсиане прилетели или просто, я не знаю, купол опустился, как у Стивина Китая. Это уже не так важно. Важно именно вот это ощущение переживания противоестественного. Вот не знаю, очень многие мне, например, говорили, что у них там они сами или дети прочли либо сам дневник Анны Франк, либо замечательный комикс по дневнику Анны Франк. Я вот младшему сыну купила комикс по дневнику Анны Франк. Казалось бы, где еврейская девочка, переживающая самоизоляцию в Амстердаме времен Второй мировой войны, где мы все? И тем не менее, это же тоже такая книга об очень важном опыте, об опыте нахождения в патологических, некомфортных, потенциально опасных условиях оторванности от остального общества. И вот такие книги оказываются важны. То есть я бы сказала, что я не верю в новый виток популярности антиутопии. Я даже, честно сказать, думаю, что даже писателям за вот эти прошедшие там 3-4 месяца вся эта наша антиутопия уже просто поперёк горла. Но книги каким-то образом рефлексирующие то, что с нами происходит как с отдельными людьми, как с социумом, вот такие книги, я думаю, что да, они окажутся где-то на виду. И совершенно очевидно, что Чума Камю это правильный поиск, потому что это книга про похожую ситуацию с точки зрения того, как человек в ней справляется, а не механическое описание, как опять все выводят. Ну, поживём, увидим, посмотрим, как будет. Я предлагаю на этом закрыть тему пандемии, действительно, потому что все уже устали. Давайте поговорим о более светлом и приятном будущем. Ну, например, про литературные премии. Я помню, что вы в Фейсбуке писали, что вообще все эти литературные премии больше волнуют тех людей, которые участвуют в этих премиях. И, в принципе, как бы рядовому читателю нет до этого дела, до этого литературного процесса. Вот скажите, изменилось ли как-нибудь ваше мнение и вообще сами вы следите за шорт-листами, за какой-то конкретной премией или всё-таки всё основано только на такой профессиональной чуйке, что читать? Ну, вы знаете, честно сказать, я слежу за российскими, ну, вообще, за литературными премиями, за российскими в том числе, но я за ними слежу абсолютно обывательски. То есть я никак не отношусь к ним как к какому-то для меня важному навигатору. То есть это такая чисто любознательность бытового характера. Я в них не верю. И вот у меня просто буквально сегодня, Полина, извините, вы спросили, будете теперь отдуваться. У меня сегодня расстройство. Сегодня вот объявили иринный список премии «Просветитель». Вот к премии «Просветитель» я до последнего времени относилась как-то с теплом, симпатией и нежностью. Ну, что же я вижу, что в этом длинном списке 100 миллионов книг почему-то не нашлось места для, на мой взгляд, одной из главных нонфикшн-новинок прошлого года «Опасные советские вещи» Александра Архипова и Анна Кирзюк. Ну, то есть просто такой мега-бестселлер. Ну, вот почему-то её в этом списке нет. Также там, например, нет для меня просто главной моей нонфикшн-книги года. Это книги Андрея Зорина о Толстом, которая, на мой взгляд, была с довольствием. Вот если человеку нужна одна книга про Льва Толстого, пусть это будет Зори. Вот. Почему-то их там нет. Зато там, например, есть книга «Миллениалы» Радаева, которую я прочитала полтора раза, потому что я не могла поверить, что такое вообще может существовать. Ну, то есть это такая книга, знаете, про миллениалов, которые вот я или вы, неважно кто, любой практически человек, думавший об этом больше 15 минут, садится и пишет. Просто не вставая со стула и не пользуясь гуглом. Ну, то есть очень поверхностное суждение. Ну, вот как бы я даже готова понять, что да, это важная, интересная тема. Ну, блин, ну за что? Вот как бы смотришь на это и понимаешь, что, ну, в общем, не следила профессионально, и не следи. Вот. Так что, коротко говоря, нет, ничего для меня в этом месте не изменилось. Я в литературные премии в общем не верю. Я не верю в читателя, который реагирует на литературную премию как на непосредственное, ну, не то чтобы руководство, но хотя бы важный совет. И я поэтому считаю, что пускай эти премии где-то там сами себе развлекаются, а я и без них прекрасно себя чувствую. Но их становится всё больше и больше, просто вот тоже как обыватель наблюдать, если за этим, их становится действительно много. Как по-вашему, для начинающих авторов это прям такой, как допинг, потому что можно получить, ну, имя можно получить, издание можно получить, в конце концов, там, плашечку на своём издании, там, не знаю, национальный ли бестселлер. В конце концов, в своё время благодаря вам премию НОС, по-моему, да, получила Мариам Петросян за дом в котором, ну, что вы её как бы номинировали. Вот всё-таки в этом же есть, наверное, какой-то резон именно для авторов. Ну, как вам сказать, я бы сказала, что у нас литературные премии иногда выполняют функцию практически не существующих в нашей стране литературных агентов. То есть, благодаря премии книгу может заметить, издать, может обратить внимание, запомнить фамилию автора, например. Но это, во-первых, тоже работает далеко не всегда. Во-вторых, у нас не так много премий, которые бы принимали рукописи просто у людей с улицы. Как правило, это всё равно уже изданные книги или хотя бы готовящиеся к изданию. Словом, я бы сказала, что да, иногда это тоже помогает, но я правда не знаю случаев, чтобы это как-то радикально изменило судьбу автора. Ну, вот скажем, та же самая Брузель Яхина, получившая премию «Большая книга». И говорят, что вот там, типа, эта премия «Большая книга» дала толчок её популярности. Ну, камон, за те полгода, что прошли с выхода книги до вручения ей премии, она уже продалась тиражом, по-моему, сто с лишним тысяч экземпляров. И, соответственно, это скорее премия просто, ну, как бы зафиксировала некоторую очевидную реальность, что это там, да, важнейшая книга года. Поэтому, в общем, я не то чтобы считаю, что это как-то важно, ценно для авторов. Иногда работает, иногда нет. Есть механизмы, которые работают ничуть не худо. Мне кажется, что если автора прочитает известный блогер популярный, известный критик или вообще какая-то известная публичная фигура и про него напишет, то для него это сработает не хуже, чем какая-нибудь премия без денег. Премия с деньгами всегда, конечно, хорошо, но их у нас не очень много, и деньги там, как правило, не очень значительные. Ну, то есть не такие, что можно, как на Букеровскую премию. Ты можешь ее получать, и дальше год хотя бы сидеть, писать роман и не работать. В России, в общем, нет премий, но может быть, только премия «Большая книга», которые бы позволили автору год не работать. Но и то не на широкую ногу жить. Да, скромно. Ябно яхту не купишь с этого. Нет. Вы произнесли пару слов про тираж романа Зулиха у Зульяхиной. Я вспомнила, что в прошлом году, ну, под конец года, вышла эта статистика от книжной палаты, что вот, например, «Дети мои» по тиражу обошла «Мятная сказка» Александра Полярного. И я вот, ну, я не могу не спросить, вы читали вообще эту книгу, «Мятную сказку»? Я читала «Мятную сказку». Это, конечно, литература, ну, скажем так, очень наивная. Очень-очень наивная. Надеюсь, что это не прозвучит как-то обидно или обесценивающе, но, конечно, это такая немножко мизери-порн, немножко young adult, очень young, не очень adult. Ну, то есть, мне кажется, что вот «Промятную сказку» интересно говорить исключительно как об очень эффективном кейсе, когда человек сам себя с нуля раскрутил до звезды. То есть, мы же все привыкли к тому, что вот у нас есть, многие писатели считают, что вот они, их дело, роман написать, а дальше придёт издатель и будет их успешно продавать, продвигать и вообще всё сделать. Как мы понимаем, на практике это не так. Вот Полярный, мне кажется, поступил очень разумно. Он понял, что от издателя толку мало в деле продвижения, и он наладил прям очень крутую систему самой пиара. То есть, я об этом говорю с большим уважением, понимаете, потому что у нас как-то обычно словосочетание «это всё пиар» означает, что распиаренная книга непременно ужасна. Это совершенно ничего не значит, это просто значит, что Полярный огромный молодец, он придумал разботающую схему, которая позволила ему стать натуральной звездой, продать огромный тираж своей книги и вообще как-то привлечь к себе внимание. то есть, жалко, что будучи таким одарённым и, я бы сказала, изобретательным мастером продвижения он, в общем, написал книгу среднего качества. Но, во-первых, это не всегда эти два таланта ходят парой, часто одно без другого. Вот, а во-вторых, ну, всё равно это очень интересный кейс, на который интересно смотреть именно как на пример. То есть, вот я хотела бы, чтобы все писатели, независимо от степени их одарённости, посмотрели на случай Полярного и сделали свои выводы. Вот, это прям очень полезное упражнение. Ну, вообще, я так наблюдаю, что очень многие начинающие авторы и в основном это ребята, ну, там, 95-го года рождения или там 2000-го даже идут как раз по стопам Александра Полярного и на рынке появляются всё больше довольно-таки, ну, грубо говоря, однотипной литературы для подростков. И даже многие там мои подписчики в том числе ругаются и спрашивают, ну, неужели издатель считает, что нам вот настолько плохую литературу нужно читать, почему не издают что-нибудь действительно хорошее для подростков? Прям как-то грустно. Да, это очень грустно, действительно. Вообще, с Янгдал, это такая очень странная ниша, почему-то она в основном проходит по разряду на тебя, Боже, что нам не гоже, то есть то, что как-то, если роман так себе, то давайте мы его упакуем в яркую обложечку и скажем, что это для маль. Хотя совершенно нет никаких оснований. То есть да, вы, ну, то есть мое восприятие этой проблемы очень близко к тому, что говорите вы. Действительно, проблема есть. Другое дело, что мой опыт показывает, что все-таки читатель не идиот и никакую, ну, что для того, чтобы книга продавалась не просто хорошо, но хорошо и долго, в этой книге должно что-то быть. Вот смотрите, «Мятная сказка», она продавалась, продавалась, продавалась очень хорошо, потом Александр Полярный, видимо, убрал руки, перестал ее раскручивать. И где та полярная, полярная мятная сказка? Она фактически уже сейчас мы ее не найдем ни в каких списках бестселлеров, потому что, ну, потому что объективное ее качество, оно довольно посредственно. Вот, то есть хорошая для меня очень утешительная мысль состоит в том, что читателю нельзя долго кормить силу, что читатель все равно в какой-то момент проголосует рублю. И я верю в то, что, ну вот, да, сейчас пока что придуман вот этот механизм продавания читателю всего вот этого вот, всей этой беды под названием, под собирательным названием я, но я абсолютно уверена, что даже молодой читатель довольно быстро эту фишку просечет и перестанет реагировать на вот эти механизмы впаривания. то есть эти маркетинговые механизмы, они не будут работать вечно. То есть как только перестаешь впаривать, вот хорошие вещи почему-то все равно продаются, а плохие почему-то нет. И поэтому вот когда говорят, что, не знаю, Гарри Поттер, это все пиар и раскрученная книга. Ну да, очевидно, вот как ее 30 лет раскручивают, но вот 25. Вот, ну, то есть очевидно, что никакую книгу 25 лет нельзя раскручивать. Соответственно, хорошее все равно пробьет свой путь к читателю, а плохое может продаваться только за счет стероидов и в какой-то момент, как только стероиды отменяешь, все немедленно схлопит. Да, мне тоже очень отзываются ваши слова. У нас остается, к сожалению, всего 7 минут за столь увлекательной беседой, и я предлагаю закончить ее на более позитивных рекомендациях. Давайте прямо сейчас, быть может, я знаю, что не все любят такие вопросы, но попробуем назвать такую топ-пятерку главных романов последних 10, например, лет. Вот что сразу приходит в голову? Ох, это, конечно, очень сложный вопрос, потому что одна из, еще одна важная особенность критика, это, про которую мы с вами про это говорили, но я забыла ее упомянуть, это впечатлительность. То есть важная особенность критика, то, что он каждой прочитанной книгой должен как-то воспламеняться. Если он этого не делает, то, очевидно, он уже выгорел профессионально, и не надо ему дальше этим заниматься, если книга не вызывает живого отклика. Ну, давайте я очень так бегло попробую. для меня, например, одна из важнейших книг прошедшего десятилетия, десятилетие еще не кончилось, это, конечно, лавра Евгения Паталаскина. Это роман 2011 года, то есть формально он еще попадает, и для меня это, во-первых, какой-то бесконечный, неисчерпаемый источник читательского наслаждения, а во-вторых, вообще один из лучших русских текстов последних, не знаю, даже не десяти, а не знаю, пятидесяти лет. Вот для меня важнейший и прекраснейший образец высокой русской прозы. Я также считаю, что очень-очень важный роман это Табол Алексея Иванова. Я вообще большой поклонник Алексея Иванова, не во всех его проявлениях, но во многих, и я считаю, что Табол это такой вот эталон русской современной билетристики, то есть это с одной стороны роман, рассчитанный на очень широкого читателя, очень демократичный, совершенно вот не травмирующий читателя, как это любит делать великая русская литература, а очень по-хорошему читательский, большой, просторный, многолюдный, увлекательный, познавательный, эмпатичный роман. То есть прям, на мой взгляд, очень классная вещь, я бы хотела, чтобы такого было как можно больше. Я хочу назвать еще один роман, который менее популярен, менее на слуху, это роман «Захок» Владимира Медведева, совершенно, на мой взгляд, потрясающая книга, касающаяся такого постколониального, постсоветского пространства, потрясающей силой роман о гражданской войне в Таджикистане, рассказанной сразу со многих точек зрения. Он удивительно увлекательный, опять же, чисто читательски увлекательный, и в то же время это очень мощная концептуальная высказка. На мой взгляд, такое прям, ну, один из лучших русских романов последних лет, и один из моих любимых. Ну, я еще, наверное, назову в числе тоже, как мне кажется, важнейших роман Евгения Чижова «Перевод с подстрочника». Это тоже такой роман, который, мне кажется, очень многое нам сообщает у нас. Это роман, в котором главный герой, нормальный московский либеральный интеллигент, приезжает в какую-то жуткую восточную деспотию, похожую на Туркменистан времен Туркменбаши, и фактически он попадает под обаяние диктат. То есть это история про то, как нормальный интеллигентный образованный человек, как он подпадает под эту темную харизму власти. Что случается с человеком, что он вдруг начинает любить Сталина или Гитлера. Вот, собственно, этот роман ровно об этом, в очень таком интересном красочном сеттинге. Ну, вот при всех оговорках я, конечно, назову Гузельяхину ее роман «Зулейха открывает глаза», потому что совершенно неважно мое читательское мнение, очевидно, это очень важный роман для сегодняшней России. И вся нынешняя, скажем, деликатная полемика вокруг этого романа, она только подчеркивает его значимость. Про неважные вещи люди так не разговаривают и не спорят. Вот, я уже не помню, сколько это получилось. Это как раз связь. Это как раз тогда будем считать, что вот я назвала... А, ну тогда позвольте еще один бонус-трек, что называется «От себя добавлю». Я хотела бы назвать очень недооцененный, очень не ставший популярным, в то же время, на мой взгляд, совершенно выдающийся роман. Это «Хоровод воды» Сергея Кузнецова. Потрясающая, мудрая, многослойная семейная сага, но не в традициях, как говорит Настя Завозова, какой-то такой очень большой, широкий, просторный, умный и очень такой композиционно совершенный текст, который в то же время, мне кажется, такой очень вызывает сопереживание у любого российского читателя, имеющего какой-то похожий или аналогичный семейный опыт. Так что вот еще «Хоровод воды» Сергея Кузнецова блестящая совершенно книга. Примерно так выглядит мой списочек. Ну, очень объемный список. Жаль, у нас не остается времени, чтобы еще обсудить зарубежную литературу. С удовольствием бы еще подобный список по зарубежным авторам мы бы выслушали и записали, естественно, под ваш голос. Спасибо большое, Галина, за потрясающую беседу. Была очень рада вас видеть. И очень здорово... Я вам тоже очень рада видеть, Полин. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Лабиринт, что меня позвал. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал сегодня. Да, будем ждать новых книг. Нам нужна еще пятерка, я думаю. Три уже есть, нужно как раз пятерку. Спасибо еще раз, Галина. Спасибо большое, всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо.